Раз-два-три. Друзья, всем привет! Уже ровно полдень, мы сейчас начинаем. Это Илья Иванов, PR-менеджер компании Appymatic. Наверное, мы с вами знакомы. Слышите меня? Поставьте плюсик, пожалуйста, в чат, если слышите. Отлично! Мы каждый четверг по традиции проводим вебинары. Сразу хочу сказать, на следующей неделе у нас тоже будет интереснейший вебинар, посвященный S-серии Ястар, новым гибридным IP-ATS, который мы представляем на рынке. Скоро будет ссылка на регистрацию, но вы всегда можете знать, что в любом случае в четверг в 12 часов по московскому времени у нас начинается вебинар, в котором можете принять участие. Раз, два, три. Сегодня мы рассказываем про MailSite, новые технологии продукта, централизованная система управления. Владимир Бабаев, наш замечательный инженер, по продуктам видеонаблюдения вам все расскажет. Давайте, может, еще минуту-две-три подождем опаздывающих. В общем, передаю слово Владимиру, он сделает свою интересную презентацию. Ну что ж, коллеги, еще раз разрешите вас поприветствовать. Спасибо, что пришли послушать. Как сказал Илья, мы сейчас еще немножечко подождем опаздывающих, и я начну рассказывать свою презентацию. Речь пойдет о новых технологиях и продуктах от компании MailSite, о новой софтовой системе, централизованной системой управления. И также я немножечко расскажу вам о новых продуктах, построенных на чипсете HiSilicon и поддерживающих кодек H.265. Давайте, наверное, начинать. Еще раз представлю. Зовут меня Владимир Бабаев. Я инженер по продуктам видеонаблюдения в компании Appymatic. Значит, основные темы доклада я с вами обсудил, рассказал вам. И давайте с вами сразу же перейдем к информации о компании. Немножечко, пару слов расскажу вам о компании MailSite. Основана она в 2011 году. Центральный офис находится во втором технопарке в городе Сэмэнь. В Китае штат компании насчитывает более 80 человек, половина из которых это инженеры R&D и техническая поддержка. Основными продуктами компании являются сетевые камеры видеонаблюдения, сетевые видеорегистраторы, а также софт-серверные системы записи и просмотра. Сама компания позиционирует себя как высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на производстве лучших в своем классе решений для систем IP видеонаблюдения. Давайте с вами рассмотрим дорожную карту продуктов. На сегодняшний день представлено несколько серий продуктов. Миниатюрная серия, профессиональная серия и серия, построенная на кодеке H.265. Говоря о серии H.265, стоит упомянуть о специализированных камерах, так называемой серии Starlight, предназначенных для условий сверхнизкого освещения. И к новинкам также стоит отнести серию видеорегистраторов с поддержкой кодека H.265 и поддержкой формата 4K. Поворотные купольные камеры и камеры с объективом Fisheye на данный момент проходит этап доработки и в скором времени появятся в нашей продуктовой линейке. Во второй части своей презентации я хочу вам рассказать о новых продуктах и технологиях. И начнем мы с вами с четырех новейших технологий. MailSite считает, что данные технологии могут полностью изменить ваше представление о видеонаблюдении. Первая технология — это, как я уже говорил, поддержка кодека H.265, HEVC, то есть это High Efficient Video Coding или высокоэффективное кодирование видеоизображений. Вторым пунктом мы с вами рассмотрим систему WDR 140 дБ. Это также абсолютно новая система. Третьим пунктом мы с вами рассмотрим низкое освещение, то есть это камеры Starlight, продукты построенные на чипсете High Silicon. Ну и четвертым пунктом мы с вами рассмотрим интеллектуальную подсветку, которая также помогает оптимизировать изображение. И начнем мы с вами с 265-го кодека. Чем же он так хорош? Ну, в первую очередь, 265-й кодек помогает оптимизировать ресурсы для видеонаблюдения. Какие? Ну, для начала это оптимизация канала пропускной способности, то есть при пропускной способности для 264-го кодека для видео в формате 1080p нам необходима скорость порядка 4 мегабит в секунду. То же самое качество видео, но на 265-м кодеке можно получить при скорости порядка 2 мегабит в секунду, то есть в два раза снизить пропускную способность, которая необходима для видео в Full HD. Также благодаря поддержке данного кодека мы с вами можем в два раза, практически в два и более раз в зависимости от настроек снизить необходимое место в архиве, то есть оптимизировать ваш архив таким образом, чтобы гораздо больше записей в этот архив поместилось. Ну и, собственно, 265-й кодек – это новейшая разработка, это так называемая future-proof технология, то есть рассчитанная на будущее и нововведения, и она, естественно, поддерживает такие интересные разрешения, как Ultra HD 4K и Ultra HD 8K. Это две 160p разрешения на сегодняшний момент. Что ж, давайте перейдем к следующей технологии. Это так называемый Super BDR – широкий динамический диапазон. Значит, камеры MelSight на кодеке 265 – это практически одна из первых линей, которая включает в себя новейшую технологию WDR 140 дБ. Она является гораздо более эффективной по сравнению с обычным WDR 120 дБ. Технология позволяет IP-камере записывать сцены с большей детализацией и истинной цветопередачей, даже там, где интенсивность освещения значительно будет различаться. Другими словами, за счет серии кадров с разной выдержкой путем суммирования этих кадров достигается эффект одинаковой освещенности по всему кадру. Ну и затрагивая тему освещенности, переходим к следующей технологии. Это технология сверхнизкого освещения. Серия Starlight IP-камера MelSight предлагает лучшую в своем классе чувствительность освещения, обеспечивая превосходное качество и детализацию картинки, независимо от условий освещения. Благодаря лучшим комплектующим, таким как, например, матрица Sony XMORE, всеми признанные, специализированному чипсету, кодирование видео, чипсет HiSilicon и уникального алгоритма управления, эта серия способна снимать цветное видео при освещении всего 2000-х люкса. Девиз данной линейки «Пусть тьма станет прозрачной». Видимо, я даже этот девиз выписал в презентацию «Make the darkness visible», чтобы подчеркнуть данный продукт. Ну и, собственно, следующая технология. Это инфракрасная подсветка. Она у нас интеллектуальная. Все прекрасно знают, что при попадании объекта близко к камере возникает иногда такой эффект засветки, и в некоторых случаях из-за этой засветки нельзя будет разобрать, кто же подошел, ни лицо нельзя будет разобрать, ни какой-то объект, который приблизился к камере. С помощью технологии инфракрасной подсветки она решает проблему засветки, объекта, который находится близко от камеры. Она решает ее с помощью переэкспозиции таким образом, что яркость равномерно распределяется по изображению, обеспечивая наилучший эффект для близких объектов и делает изображение более реалистичным и изысканным. Ну и теперь давайте поговорим о продуктах, в которых реализованы рассмотренные нами технологии. На сегодняшний день я вам представлю пять продуктов. На самом деле их гораздо больше, но пять основных. Это миниатюрные камеры, профессиональные камеры и профессиональные видеорегистраторы. Итак, начнем мы, пожалуй, с цилиндрической миниатюрной камеры. Данная камера была построена на основе оригинального продукта. Команда Reddy добавила действительно ряд очень хороших, интересных функций и технологий, в том числе и специализированную матрицу и чипсет. Плюс оснастила все это отличным программным обеспечением управления самой камерой, что и позволило добиться потрясающего эффекта съемки ночью в режиме цветного изображения. Данные камеры доступны в 2, 3, 4 мегапикселя в формате 2, 3, 4 мегапикселей. Данные камеры являются просто, на самом деле, развитием линейки миниатюрных камер, построенных на 264-м кодеке. Но стоит отметить один момент. Камеры Starlight имеют разрешение 2 мегапикселя. 3 и 4 мегапикселя камеры – это уже камеры относятся к технологии SuperVDR. Это стоит учитывать. При запросе в техническую поддержку нашу я вам предоставлю полную консультацию о том, какие камеры, какие технологии вам предоставляют и под какие задачи, какие камеры необходимо выбирать. Итак, помимо новых технологий, в камеру также внедрён моторизованный объектив. И этот объектив также может поддерживать так называемый P-IRIS. Это задняя фокусировка, таким образом, чтобы весь кадр был в фокусе. Чуть позднее мы о нем поговорим. Стоит отметить уникальный алгоритм управления фокусировкой и приближением. Алгоритм позволяет добиться управления зумом из веб-интерфейса или по протоколу ONVIF или через RS-485, таким образом, чтобы не терять фокус. То есть картинка при управлении и приближении камеры практически не расфокусируется. Ну и, собственно, помимо обновления, так скажем, железного, камера получила и программное обновление. Она получила новый дизайн пользовательского интерфейса. Он простой, интуитивно понятный, обладает всеми возможностями для управления камерами и обладает возможностями для управления также и фокусом, и зумом, как я уже сказал. Следующий представитель — это профессиональная церендрическая камера. Как вы видите, также доступна она в формате 2, 3 или 4 мегапикселя, также обладает верифокальным объективом и также построена на чипсете HiSilicon. По факту это такое же развитие камеры, построенной на чипсете Amborello на 264-м кодеке. Камера, стоит отметить, уникальный дизайн. Практически у всех камер есть уникальная возможность предоставить простое и быстрое крепление камеры с помощью специализированных кронштейнов и специально спроектированных корпусов и разъемов в этих корпусах для всех камер. Допустим, вот для данной камеры все разъемы находятся внутри кронштейна, что позволяет вам сначала повесить кронштейн, потом подключить все эти разъемы и потом уже только камеру поднять и прикрутить к кронштейну. Собственно, это может сделать один человек. Нет необходимости вдвоем вешать данную камеру. Никаких проблем это не составляет. Стоит отметить, что в данную камеру по желанию можно установить практически любой доступный на рынке объектив в зависимости от задач, которые необходимо реализовать, которые необходимо выполнить с помощью данного устройства. Собственно, вот одна из тех технологий, которые внедрены в камеру, так называемая P-IRIS. Я думаю, что, наверное, в вебинаре это не очень видно, да, но фокус находится на картинке MailSite. Там, где P-IRIS OFF, наверху есть такая рамочка. Вот в этой рамочке можно заметить, что она немножечко расфокусирована. На правой картинке, на которой написано P-IRIS ON, задний фон, он сфокусирован, что позволяет добиться наилучшего качества видео. Отмечу еще один момент, что камеры с технологией P-IRIS необходимо заказывать, то есть дополнительно. Да, вы правы, Дмитрий, это может сказаться негативно на работу в темное время суток, но для темного времени суток есть свои и программные реализации, плюс есть замечательная матрица. Если вы устанавливаете P-IRIS, то он устанавливается только в ограниченное количество объективов. Я его... то есть он работает с ограниченным количеством матриц, скажем так. Вот. Всю эту информацию можно дополнительно получить по почте. Почту в конце я вам напишу. Дмитрий, я ваш вопрос понял. Давайте я на ваш вопрос чуть позднее отвечу. Я закончу презентацию и отвечу на все вопросы без проблем. Значит, следующий момент, который хотелось бы отметить, новая разработка, третье поколение точечных матричных инфракрасных светодиодов. На картинках представлены традиционные инфракрасные, инфракрасная подсветка и третье поколение инфракрасной подсветки. Собственно, по картинке все достаточно понятно. То есть качество улучшено. Более интересная картинка с большей детализацией и большей глубиной. Также данные светодиоды позволяют экономить энергию, что тоже достаточно существенно для камеры видеонаблюдения. Следующий представитель – это купольная профессиональная камера. Также доступна в форматах 2, 3 или 4 мегапикселя. В данной камере стоит отметить ее уникальнейший дизайн. Все разъемы, как я уже говорил, находятся внутри данной камеры. И для того, чтобы камеру обслуживать, нет необходимости ее снимать с места установки. То есть достаточно просто открыть крышку, вот таким вот образом поднять камеру и подключить, отключить, проверить все, что угодно, без всяких проблем. Ну и, соответственно, такой подход, такой корпус, его система позволила значительно упростить как монтаж, ну и сэкономить место внутри самой камеры. Ну и про интегрированные разъемы я вам уже рассказал. В принципе, вот так камера выглядит сверху. Установочный кронштейн – тоже очень интересный момент с установкой данной камеры. То есть если вы посмотрите на картинку, там, где кронштейн отмечен, а буковка А, сама камера отмечена буковкой Б. То есть для того, чтобы камеру повесить, вам необходимо сначала закрепить, вот эту пластину кронштейна, а потом просто камеру повернуть на этом кронштейне. То есть она защелкивается, дальше вы камеру снимаете с нее крышечку, открываете ее, и с помощью фиксирующего болта ограничиваете обратный поворот данной камеры. Камера имеет три оси регулировки, соответственно, вы можете при установке камеры настроить поле обзора. Также обладает третьим поколением точных светодиодов. Стоит еще отметить, что данные светодиоды гораздо лучше ведут себя в условиях, в плохих погодных условиях, скажем так, то есть при возникновении тумана, дождя и так далее. Следующий представитель – это миниатюрная камера, антивандальная, защищенная по технологии IP67. Далее я об этом расскажу. Доступна данная камера в формате 2 или 4 мегапикселя. Приназначена как для внутреннего, так и для наружного использования. Естественно, эта камера унаследовала все передовые функции своих предшественников, и она обеспечивает превосходную работу в любое время суток и при любой освещенности. Стоит отметить, что данная камера также имеет регулировки по трем осям. Также обладает третьим поколением точных светодиодов, встроенный слот для карточек microSD, а также встроенный микрофон. Говоря о защите камеры, стоит отметить, что камера антивандальная, а по технологии защищена она по стандарту ИК-09. Обладает металлизированным корпусом и прозрачной крышкой из поликарбоната. Собственно, такие камеры перспективны для установки, например, в подъездах, в местах скопления людей. В принципе, камеру можно далеко и высоко не задирать, при этом быть уверенным, что камера останется в сохранности. Ну и, собственно, говоря о защите, нельзя не сказать о пыле-влагозащищенности данной камеры. Индекс ее — это IP67. У нее защищенный кабельный разъем. Также по технологии IP67. Естественно, она подходит для наружного использования. Как я уже говорил, SD-карточка, микрофон, кнопка «Ресет». Вот вы увидите разъем. Все камеры практически, все представители у нас поддерживают POE, то есть питание по сети Ethernet. Поддерживают microSD, SDHC. Здесь вот HC написано. На данный момент уже XC до 64 мегабайт. Производитель заявляет до 128, но я не рекомендую устанавливать такие карточки в камеры для того, чтобы не нагружать саму камеру. 64 гигабайт вполне достаточно для безопасной записи, так как SD-карточка в качестве основного, записывающего, скажем, основной архива быть не может ввиду просто неблагонадежности самих SD. Ну и наконец мы с вами дошли до новой линейки регистраторов. Представлена она тремя сериями. Это 5000, 7000 и 8000. Отличаются они как и по дизайну, так и по емкости как жестких дисков, так и подключаемых к ним видеокамер. Поддерживают регистраторы у нас также формат 4К. Формат этот написан. 3840 на 260 разрешение. До 8 камер 4 Мп и до 16 камер с разрешением Full HD. На самом деле все зависит от модели. По модельно я вам табличку предоставлю по запросу. Какая модель, сколько камер поддерживает и в каком разрешении. Эта табличка в наличии. В скором времени я данную таблицу повешу на сайт для вашего ознакомления. Ну и еще раз отметим, собственно, мы уже говорили про 265-й кодек и его преимущества. Еще раз расставим точки над «и». Первое преимущество – это 50-процентное снижение плотности потока. То есть при необходимых 4,096 килобитах в секунду для 264-го кодека мы сможем в половину снизить битрейт до 2 мегабит. Также мы более 50% места можем добиться... Можно добиться более 50% снижения места необходимого в архиве. И та же пропускная способность, но видео... Прошу прощения, при том же качестве видео гораздо меньше пропускная способность. Итак, это видеорегистраторы в вид сзади. Представлено большое количество разъемов на регистраторах. Они отличаются как по модельному ряду, как по разъемам, так и по своим размерам. В наличии есть такие порты, как HDMI, VGA, RC-Audio, RJ45, ESATA и так далее. Есть сухие контакты. Топовая линейка восьмитысячная обладает двумя VGA-разъемами, двумя HDMI. Вы можете подключить до четырех мониторов к данному видеорегистратору, но раздельных по факту иметь два, то есть VGA плюс HDMI и VGA плюс HDMI. Новая организация установки и замены HDD. Оптимизирован воздухообмен. Нет никаких перегревов, все прекрасно охлаждается, плюс очень удобная установка и горячая замена жестких дисков. Старшая моделька поддерживает технологию RAID. Подробно также через почту по техническим характеристикам регистраторов. На сегодняшний момент они еще могут изменяться ввиду того, что процесс доработки не останавливается ни на секунду. Процесс доработки как железа, так и софта. На сегодняшний момент есть конечный продукт по железу, и софт прорабатывается для оптимизации как качества изображения, так и хранения, подключения к разным расстройствам и так далее. Собственно, вот вся линейка продуктов представленная. Есть в нашей линейке миниатюрная серия, миниатюрная камера с красной подсветкой без таковой, вандалозащищенная камера, миниатюрная кубическая камера с поддержкой Wi-Fi. Также она обладает встроенным микрофоном и динамиком и замечательной кнопочкой, которая связана с нашим интересным функционалом SIP. О нем чуть подробнее я позднее расскажу. Миниатюрная цилиндрическая камера, а также миниатюрный видеорегистратор. Профессиональная серия представлена стандартной камерой FormFactor Box с возможностью установки практически любого объектива, там стандартное крепление. Профессиональная цилиндрическая камера, о которой мы с вами говорили сегодня, профессиональная купольная камера, а также скоростная купольная камера. На сегодняшний момент она представлена всего в двух экземплярах. Эта камера позиционируется как камера для наблюдения на больших расстояниях, но мы с нетерпением ожидаем новых PTZ-камер, потому что, во-первых, они будут миниатюрными, во-вторых, новые камеры будут построены уже на новых чипсетах с применением новых технологий. Ну и, собственно, линейка видеорегистраторов – 5000-й, 7000-й и 8000-й. Ну, плавно перейдем с вами к программным решениям и продуктам. Единственный момент – я остановлюсь на нашем уникальном функционале. Он практически уникальный, еще несколько производителей его предоставляют, но не в том объеме, в каком предоставляем мы. Все наши камеры поддерживают такой функционал, как протокол SIP. То есть в камеру встроен SIP-клиент, который позволяет на камеру сделать вызов по протоколу SIP, то есть сделать вызов с видеотелефона или сделать с обычного IP-телефона этот вызов для того, чтобы просто послушать звук. А если вы делаете вызов с видеотелефона, либо с субфона, который установлен на вашем мобильном устройстве, на вашем компьютере, где бы то ни было еще, вы получите видеоизображение от данной камеры. Также камера умеет вызывать определенные номера или заранее запрограммированные IP-адреса сама при наступлении определенного события. То есть событием может являться любой триггер, который доступен в камере. Например, это детектирование движения, замыкание внешних сухих контактов, ну и так далее. Ну и, собственно, давайте перейдем к программным продуктам. На сегодняшний момент представлены два софт-видеорегистратора в двух разных версиях. Это Lite и Pro. Lite-версия до 64 камер. Единый ирлычок для клиент-сервера. Устанавливается все это дело на операционные системы Windows, Windows 7, 8. На данный момент это все дело протестировано, прекрасно работает. Windows 10 тестирование проходит в данный момент. Ну и в конце года все-таки обещают NICS-подобные системы. Было очень много вопросов по этой теме, по установке на операционные системы NICS, MacOS и так далее. Да, в скором времени поддержка NICS-подобных систем ожидается, и в конце года я ожидаю, наверное, тестовую TMP-версию для собственного тестирования. Также эту TMP-версию желающим я смогу предоставить для тестирования на собственных машинах. Профессиональная версия отличается клиент-серверной технологии, то есть вы можете установить клиент на одну машину, а серверную часть можете установить на ваши серверные машины, на несколько, там на 10, 15, 20, без разницы, и потом собрать все эти сервера одним клиентом. Естественно, профессиональная, как профессиональная, так и версия Lite имеет пользовательские уровни доступа, что позволит очень гибко разграничить доступ к разным серверам и разным камерам на них. Есть у компании MailSite такая централизованная система управления, называется она MailSite CMS, и служит она следующим целям. Допустим, у вас есть проект, в котором подразумевается достаточно большое количество подключенных камер, и всеми этими камерами необходимо управлять. Первая мысль о том, что сервер будет стоить достаточно дорого, то есть серверная часть. Мы хотим эту мысль немножечко изменить, чтобы она пошла по другому пути. MailSite предлагает следующее решение. Данная система поддерживает до 50 регистраторов компании MailSite по 16 каналов каждый регистратор. Предоставляет она возможности единого управления всеми устройствами в сети, как камерами, подключенными к этому регистратору, так и самими регистраторами. Позволяет просматривать архивы как с камер, с SD-карточек, так и с регистраторов. Чем хороша такая система? При ее построении вы можете очень гибко и быстро, во-первых, ее мастабировать, во-вторых, начать строить эту систему с минимальным количеством затрат, ну и плюс отказоустойчивость данной системы, она тоже на высоте, скажем так, поскольку при выходе из строя регистратора у вас пропадет всего лишь 16 камер, а не огромное количество. То есть по факту вам нужно будет просто подменный фонд, который тут же можно будет поменять, регистратор, и точно так же продолжить работу. Централизованная система управления может работать через интернет, через НАТ. Для этого необходимо выполнять специализированные настройки самого НАТО. Инструкцию я вам по таким настройкам предоставлю. Ну и, собственно, без мобильных приложений, прошу прощения, собственно, и без управления камерами мы тоже не можем обойтись. И компания MLSSite предоставляет такую возможность с помощью утилиты Smart Tools. Она предоставляет возможности пакетного управления и настройки, обновления камер, расчета места в архиве, расчета модели регистратора под определенные задачи и так далее. Данная утилита лежит в открытом доступе. Ее можно скачать, посмотреть и использовать при работе с камерами MLSSite. Ну и без мобильных приложений никуда, как я уже сказал. Есть мобильное приложение для подключения напрямую к камерам. Это мобильное приложение MLSite. И есть мобильное приложение, которое позволяет подключаться напрямую к видеорегистратору и просматривать видео в режиме реального времени, а также просматривать архивные записи. Это приложение MLSSite. Ну что ж, коллеги, на сегодня все. Все, я свой доклад закончил. Я жду ваших вопросов в чате. Дмитрий, ваш вопрос я готовлюсь отвечать. Нет, Дмитрий, я уже говорил, что на камерах автофокусировка, то есть система автоматической фокусировки, при данной системе, при установке объектива PIRIS камера будет пытаться предоставить вам максимальную глубину фокусировки, то есть у вас будет в фокусе и передний, и задний план. Нет, здесь не так. Здесь все камеры... Вы, когда зумом управляете, она в автоматическом режиме управляет фокусировкой, то есть, например, в более ранних версиях программного обеспечения для камер была галочка «Управлять ли в автоматическом режиме фокусировка или нет?» На сегодняшний момент такой галочки нет. Все это дело происходит в автоматическом режиме. Естественно, руками вы можете все дофокусить, если вдруг она сфокусилась неправильно с вашей точки зрения. Ну и также на данный момент есть галочка «Auto PIRIS», так скажем. То есть она в автоматическом режиме. Там... Дмитрий, руками в данной... нет, физически никаких винтов вообще нет. Есть только через веб-интерфейс RS-485 или ONVIF. Больше руками в камерах ничего не крутится, никаких подвижных вот фокусировок там нет. От этого всего отошли. Я считаю, что вполне закономерно, потому что крутить руками постоянно фокус, лазить. Ну, вы камеры установили, и потом из одного места все эти камеры настроили. Сейчас есть замечательный проект, но 100 камер. 100 камер повесили, а потом из одного места все эти камеры по сети собрали, и там уже вы настраиваете картинку. Единственный момент, ну, да, должен человек находиться рядом с камерой. Ну, там в крайнем случае, если кронштейн нужно повернуть, и не получается необходимая картинка в камеру. Просто когда камеры вешают, можно сразу настраивать, да, можно все это потом настроить централизованно. Ну, как бы лучший вариант сначала все камеры повесить, приблизительно настроить их на то поле, которое они должны снимать. Вот. И потом просто вдвоем с помощью, там, не знаю, рации, чего угодно, вообще с помощью любой связи один сидит, настраивает программно эти камеры. Потом, соответственно, второй человек необходим, как я уже сказал, для того, чтобы камеру повернуть, если вдруг необходимый кронштейн действительно повернуть. Дмитрий, по какому принципу передается видео в СИП-камере? Сможет ли она передавать картинку на любой телефон с поддержкой видеовызова? Все по СИП-протоколу. По порядку. Отвечаю. Начну с конца. Да, все по протоколу СИП. Какой телефон поддерживает? Который поддерживает протокол СИП и кодек, установленный на камере. То есть если это H.264, то 264. Если это H.265, то 265-й кодек. Это, в принципе, все, что нужно. То есть согласование по кодекам, и камера передает картинку в режиме реального времени. По большому счету в СИП-протоколе, в РТП, без разницы, какую медиа передавать. Вопрос ширины канала. Я могу там и скриншоты передавать, могу передавать там и видео, все что угодно. На данный момент на камере настроена передача видео. Причем вы можете выбрать, какой канал передавать. То есть либо первый, либо второй, либо третий. Все камеры на данный момент обладают тремя разными потоками. Собственно, вы можете настроить поток, например, с достаточно большим разрешением, но маленькой раскамеровкой, там 12 кадров в секунду, если этого достаточно. Тут вопрос в том, что камеры можно встраивать в систему видеоконференции, то есть демонстрировать, например, какие-то занятия, проводить обучение и так далее. Ну, да, еще раз отмечу, что, собственно, помимо видеотелефона, да, это любой софт, который поддерживает видео. У нас есть замечательная прекрасная программа Ялинг ВСС, которая тоже прекрасно поддерживает видеовызов на камеру. Мы этот момент уже протестировали, все замечательно, прекрасно работает. Ну, и в интернете также куча бесплатных программ как для смартфонов, так и для компьютеров, ну, то есть для носимых устройств, для обычных операционных систем типа Windows, Nix-подобных и так далее. Собственно, можете использовать любую программу, просто соблюдая условия поддержки протокола и кодек. Ну, и также, если вам необходимы материалы, естественно, по запросу я любые материалы могу предоставить, как презентацию саму, так и любые программные решения, как софт от компании ML-сайт, так и техническую консультацию с различными табличками и техническими характеристиками для камер и видеорегистраторов. ПТЗ-камеры появятся в продаже, вот прям в продаже я не могу сказать, но к сентябрю я ожидаю первые образцы поворотных, миниатюрных купленных камер. Самое главное, тут слово, наверное, даже не ПТЗ, а миниатюрный, потому что это первый опыт, скажем так, данной кампании по созданию таких камер, в том числе и по созданию камеры фишей как 180, так и 360 градусов. Вот, собственно, в сентябре, я думаю, что как только я сэмплы получу, я смогу, наверное, также провести вебинар, рассказать о том, на что же похожи данные камеры, продемонстрировать вам их, возможно, сможем даже продемонстрировать видео в режиме реального времени. Также в ближайшем будущем планируется демо-зона, на которую вы можете зайти через интернет, посмотреть видео с камер, потрогать их веб-интерфейс, покрутить фокусировку и зум и так далее. Ждайте анонсов на сайте. Поворотные камеры в прайсе появиться не могут по одной простой причине, потому что их в продакшене, в принципе, еще нет. Эти камеры есть в формате сэмплов и только у производителя на сегодняшний момент. Если вы имеете в виду большие поворотные камеры, то цена на них доступна по запросу. Эти камеры мы, скорее всего, будем предоставлять только под проект. Да, большие поворотные будут предоставляться по запросу. Дело все в том, что данные камеры, они уже не производятся, ввиду того, что разрабатываются свои. Они присутствуют в стоке в небольшом количестве. Я даже сейчас не могу сказать, в каком количестве. Поэтому предоставьте мне информацию о том, куда вы хотите использовать данные камеры. Я вам предоставлю цену на эти камеры, а вы уже потом подумаете, стоит ли данную камеру покупать или нет. Еще, коллеги, очень важный момент, что поворотная камера большая, она не обладает функционалом SIP. Это единственная камера, которая SIP не поддерживает. В ней нет встроенного SIP клиента. Мы вот с нетерпением, на самом деле, ждем миниатюрную серию, потому что она будет обладать как и функционалом SIP, так и поддержкой всего того, о чем я сегодня рассказывал. 265-й кодекс, SuperADR, Starlight и так далее. Как только миниатюрная серия появится, мы сразу напишем анонс, даже когда я просто сэмплы получу, для того, чтобы вы понимали, что мы действительно развиваемся и идем вперед. Все, коллеги, хорошего дня. А остальные вопросы на e-mail. E-mail чуть выше в чате есть.